С ненавистью и ксенофобией нам не по пути. Такой была тема круглого стола, который прошел в Щелковском колледже. Его провели представители отдела по работе с молодежью администрации округа. На мероприятии шла речь о нетерпимости к экстремистской идеологии, о негативном отношении к радикальным объединениям и движениям, о необходимости развивать общественную активность для оказания социальной помощи нуждающимся и незащищенным слоям населения. Перед студентами выступили сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, местной власти и межмуниципального управления МВД России Щелковской, представители духовенства, социальные педагоги колледжа. Каждый спикер в части, касающийся, рассказал молодежи о том, как важно сохранять сейчас, сегодня, уважение друг к другу, толерантность, ценить, помогать ближним. Вот об этом сегодня мы говорили. Студентам напомнили о том, что для любого человека важнейшим в жизни является осознание как своих прав, так и обязанностей перед обществом, что формирует в людях следование цивилизованным морально-нравственным установкам. В государственными международными законами устанавливаются права каждого человека с самого его рождения. С рождения ребенок имеет право на жизнь и индивидуальность, на уважение человеческого достоинства, на заботу и воспитание родителей. Это согласно и Конституции Российской Федерации, и РФ, и Конвенции ООН. Обсудили и административную ответственность, которую влечет за собой употребление несовершеннолетними алкогольных напитков и психоактивных веществ. Любой подросток выявленный в состоянии алкогольного обвинения, либо на распитие алкогольной продукции, либо употребляющий психоактивную табачную продукцию, все доставляются в отделы полиции. Доставленный подросток в состоянии алкогольного обвинения его действия будут квалифицированы как статья 20.21 «Нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного обвинения». Влечет за собой вложение административного штрафа от 500 рублей до около 3000 рублей. Специалисты рассказали про ситуации, возникающие в сложных случаях морального выбора, дали рекомендации, как выходить из таких ситуаций с помощью законных и правомерных действий. В разговоре принимали участие и социальные психологи. Хотелось бы достучаться до ребят о том, что мы все-таки единое целое. И вместе мы сможем помочь, и вместе мы будем сильнее, чем поодиночке. Студенты активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и старались сами сформулировать на них ответы. Участники мероприятия также обсудили профилактику экстремизма и терроризма как важнейшую задачу современного общества. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.